Олег Владимирович, кстати, в России наконец-то стартовал чемпионат мира по футболу, да, и Волгоград тоже, естественно, присоединился к этому празднику, у нас стартовал фестиваль болельщиков. Вот хочется узнать, вы уже посетили фанфест? Ну, конечно. Ну, в первую очередь, наверное, Волгоград посетил чемпионат мира по футболу. Нас смотрит там больше миллиарда человек. Представляете, какое-то событие для каждого, кто живет в нашем прекрасном городе. Фестиваль прекрасный, но самое главное – атмосфера. Вы знаете, там спасибо большое спонсорам, спасибо большое руководству области, которое там сделало какие-то технологические какие-то штуки, архитектурные какие-то красивые вещи, но важнее другое, важнее атмосфера. Люди приезжают сюда, болельщики со всего мира, разные страны, разные темпераменты, приезжают сюда получить какое-то удовольствие, эмоцию, комфорт. И мы это даем, потому что мы славимся гостеприимством. И вот эта атмосфера как раз и радует меня, и доказывает, что вот эти все фобии, которые существуют в отношении России, может быть, в отношении, в том числе и Волгограда, наверное, что здесь мы дремучие такие, мы какие-то злые, какие-то такие бородатые, страшные, ужасные, и хотим всем зла, всему миру. Это и развеивается, и видно, что люди, рассчитывая и с опаской приезжая сюда к нам в страну, увидели такое открытое, такое вот гостеприимное, улыбающееся лицо. Ну, я образно говорю, нашего Волгограда, наших девушек, наших парней, ну, знаете, во всем. Это важнее, наверное, всех денег, всей экономики, всех вообще каких-то там составляющих, которые связаны с чемпионатом мира. Ну, я согласна с вами, да, дружба народа всегда важнее, но тем не менее... Не оценишь деньгами ее, видите, как... Да, не оценишь. Но тем не менее, фестиваль болельщиков, он дал такой серьезный старт развитию вообще в общем инфраструктуры города, да, для того, чтобы когда болельщики приехали, и город встретил их с распростертыми объятиями, да, всей своей такой развитой инфраструктурой. Вот хочется понять, в дальнейшем сможем ли это использовать мы? Ну, во-первых, согласитесь, сделали прекрасно. Да, отлично. Очень качественно, красиво. Город преобразился. Поверьте, я весь мир объездил, и надо дать должное, вот эту часть мы отработали на 100%. Дальше нужно сделать, чтобы это было образцом. Мы же можем, видите, мы доказали, что мы можем, потому что, помню, ходили слухи, вот не получится, вот все ужасно, все плохо и бесперспективно. Ну, вот отдельно взятая часть, связанная с чемпионатом мира, мы сделали идеально. Надо сделать так, чтобы это было образцом, и мы множили так на наш вытянутый город, на нашу область, потому что мы доказали и сделали, значит, можем и в другом доказать и сделать, это во-первых. Во-вторых, это же чемпионат мира, он пройдет очень быстро, и этим нужно пользоваться, потому что такой эмоциональный подъем, такой интерес будет и к Волгограду, наверное, в первую очередь, и к нашей истории, и к нашей вот тому, где мы находимся, Волга, у нас там много чего достойного, для того, чтобы потом это использовать, ни в коем случае нельзя упускать. Тогда, если честно, будет обидно. Такие усилия, в том числе и нас с вами, мы платили налоги, мы понимаем, да? Конечно, каждого, каждого человека. Конечно, строили стадион за наши деньги, это бюджетные деньги, дороги строили за наши деньги. И вот это разменять и вот забыться ни в коем случае. Я считаю, что у нас есть исключительный шанс сделать так, чтобы Волгоградская область получила не второе дыхание, а получила в ближайшее время очень хорошую перспективу, связанную с туризмом, связанную с интересом к Волгограду, связанную с инвестиционной привлекательностью, потому что люди не поедут, инвесторы, там, с деньгами, в конце концов, с какими-то проектами в город, где нет инфраструктуры. У нас она есть. Более того, если в городе еще есть какие-то события, какое-то мероприятие, какие-то уголки или места, куда интересно посетить, это еще больше будет привлекать, в том числе и инвесторов. Поэтому это очень серьезный большой шанс. Как им воспользоваться, зависит в первую очередь, конечно, от руководителей, от профильных руководителей. Насколько они сегодня будут продолжать историю, связанную с чемпионатом мира, не на июль месяц, а на 2018-й конец, 2019-й, да можно на 3-4 года продолжать эту историю. И масса примеров в мире есть, когда вот этот эмоциональный заряд, связанный, ну вот, подъем, связанный с каким-то событием, а здесь события ничего себе, ого-го, самое главное событие мира, спортивное, всемирного масштаба, даст дальше толчок нашей Волгоградской области. Все зависит только от нас. А в любом случае все эти объекты, да, будут использовать точно так же и сами жители города. Если не говорить о том, какую работу должна власть провести для того, чтобы это сохранить и дать импульс к развитию, что вот мы каждый человек, на ваш взгляд, должны сделать для того, чтобы все это, скажем так, нас радовало, а не пустовало, не стояло? Ну, во-первых, это праздник спорта. И мы должны вот так же быть вовлечены в спорт. Вот просто один раз, самый первый раз будет очень трудно. Второй, третий, поверьте, я же сам спортсмен, будет гораздо легче. Взять и заняться маленьким преодолением себя, маленьким спортом, пробежаться, пройтись. Использовать велосипедные дорожки, да, в те же секции ходить. Что угодно. Во-первых, стадион не должен пустовать. Во-вторых, представляете, какое количество мальчишек и девчонок сегодня заболели футболом. Даже не важно, что он называется футбол. Будет завтра гандбол, водное поло, будет баскетбол. Не в этом суть. Важно то, что они заболели соревновательным вот этим духом, духом спорта. Это дорогого стоит. Это невозможно никак другими способами, никто не придумал, купить или как-то привить ребенку. Все. Вот это как раз и ребенку нужно дать этот шанс. А ребенку нужно дать шанс, чтобы дальше из этого ребенка был, из спорта он вырос достойным человеком. Он привык и понимал, что нужно побеждать, что нужно преодолевать себя, нужно доказывать и показывать во всем. В работе, в семье, в родным и близким, что он лидер, что он готов и хочет в жизни добиться многого. Вот что важно. Но это сегодняшние мальчишки, им по 10-12 лет. И если вот их упустить, мы упустим опять поколение. Но этим нужно воспользоваться еще раз. Спорт дает в жизни очень многое. Нужно открыть двери и нужно сделать все возможное, чтобы вот эти наши девчонки, мальчишки получили этот шанс. И чтобы они стали, и наша область стала лидером в спорте. Можно сказать, что фестиваль болельщиков дает нам даже возможность не просто развить экономику, а воспитать целое поколение спортивных и успешных людей. Конечно. Потому что там мы говорим о спорте. Спорт – это престиж нации. Спасибо вам большое, Олег Владимирович. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!